Сотрудники частной аптеки по улице Ленина и не думали, что медицинские маски, лежавшие несколько лет в подсобном складе, как неликвидный товар, вдруг в одночасье станут кому-то нужны, да еще и в таком огромном количестве. Причиной этому стало внезапное распространение по всему миру коронавируса. Весь запас масок и антисептических материалов, хранившихся в аптеке, поступили для обеспечения безопасности экипажей рыболовных судов, которые заходят в иностранные порты. А также для нужд Невельской автотранспортной компании, для защиты водителей и дезинфекции салона автобусов. По 5 рублей, но у нас и поставки были, у нас не было таких цен больших. У тебя без наценки, да, так бывали? С маленькой наценкой, ну как без наценки, мы же все предприниматели. В государственной аптеке маски заводятся каждую неделю по пятницам. Объем поставок увеличивается с каждой партии. В целом в городе не наблюдается панических настроений. Невельчане не боятся эпидемии. И если случится, что им придется закрыться в квартире на две недели карантина, то они от этого не пострадают. Об этом нам поведали участники опроса. Ничего не боюсь, ничего не опасаюсь. Почему? Значит, такое лекарство предварительно. 50 грамм водки в обед, лук мелко нарезанный с майонезом, пить больше и сидеть дома больше. Для начала, как бы это все время детей приучаем, это все ручки. После прогулки, после магазина, везде все пришли, ручки помыли, самое главное. Ну и в принципе, как бы кто чихает, там как бы стараться не контактировать, а так. Это тоже самое, грипп, просто чуть-чуть потяжелее. Вообще ничего не боюсь. А почему? Ну не знаю, я думаю, что нас на сухарине-то не заденет. Так же за продуктами я не гонюсь, не закупаю. Как-то это спокойно отношусь к этому. А вы сейчас, кстати, себе? Панику не создаю. Поменьше находиться, где большое скопление людей, дезинфицироваться постоянно, руки мы там, и поменьше. А так вообще панику не наводить просто. Мне как-то вообще все равно, я не боюсь, не боюсь. А почему? Это у нас такой менталитет у россиян, что мы ничего не боимся. Просто народ больше суеты нагоняет, и все. Если вдруг что-то произойдет, и вас попросят на две недели закрыться дома в квартире, на карантин. Мы закроемся. Как вы переживете эти две недели? Спокойно переживем. А чем будете заниматься? Все говорят, вот беда в том, что мы не знаем, чем мы будем заниматься. Дома всегда есть. Ел в дома много, чем заняться. Вы должны две недели просидеть дома на карантине. Как вы к этому отнесетесь? Конечно, карантин, есть карантин. Придется сидеть, куда денешься. А что вы будете делать дома две недели? Да найдем там интернет, телевизор, там книги, журнальчики, газеты. Вы не боитесь? Нет. Ну скажите, сейчас пошло такое, что кто-то заболел, да, отправляет на карантин, заставляет сидеть дома две недели. Ну это правильно. Если с вами такое произойдет, насколько для вас это вызовет неудобства какие-то, еще что-то? Никаких удобств, это абсолютно правильно. Вы спокойно переживете две недели? Переживу, переживу.